И вот эстафету подхватывает Ася Пушкарёва, правильно? Как у вас называется? Передись кислорода, пожалуйста. Я хочу прочитать несколько отрывков из поэма «Ум множеств и миниатюр», которая называется «Послушайте». Послушайте, о чём поёт в душе со всеми послушным, вернувшись со службы в душ. Послушайте, люди, собаки, варяги, алигрепта ветра и ярко рек, фартиссима века, что схож с человеком наличием век. Тишина — это снег. Послушайте, есть ультразвуки, я ультраслух. Время после дождя, да всё сухо, ходит без дела по телу муха. Как слухо. Мука глаз при разрезе лука и разруха под пеплом помпей слушает себя, слышит глухо. И ничем ты таким не навеет. По траве босиком нет ни в ком, для браком, что с тихого снега. Крепок ром и чеснок с огурцом, и планы на после побега. Послушайте, после скажите. Ваши рты, как и вы, спешите. Маша писала, видите, видите, деньги, любовь — это ладно. Но дети, дети едят одни только спагетти, только одни, чтоб вокруг никого. Хотя был бы хоть кто, чтоб смотреть триколор, высоко, далеко. Путь, сервант, карвалол, тромок, долозик, колонн, баллоны, мусор, слон. Кирпичик и битальчик, и спазмы, оргазмы, ножик, и ручек, и пальчиков. Где это то, или что? И где бог? Жизнь-то как мог я оглох. И так плохо, как обычно. С кем-то быть лучше привычка. Блаз, маска, затычка. Синичка на ножках, синичка на спичках. Отдал челевичке за личка. Каждый мальчик — какой-нибудь зайчик. А так же, как теннисный мячик, так скачет, так плачет, там прячет. Думы, пороки, сдачет. Послушайте за бедно говорящего главного своя. Своей переспелости, ягодь, гиперсиком, горячий, горячий, так треск, что почти настоящий. Все же ящер. Горящий прекрасно и красочно. Вырубил город. Построил слов лес. Словно хотел рассказать так сказочно, как сны, ЛСД и секс. Спасибо. Спасибо! Ася Кучкарёв! Вы знаете, стихи Аси я в группе театра поэтов послушайте, которую мы делали. Вот вы там выложили, да? И там я свое положил, там что-то мне ответили, потом вы выложили свое, и мы там сказали, что вы лучше всех. Как вам стихи Аси? Талантливые! А? Талантливые! Миша, тебе дать. Иди сюда. Михаил Савалович. Мне кажется, это твоя тема. Не, ну ладно, давай-давай. Я сегодня вообще удивлен. Мне... Я соскучился по всем вот этим вот тусовочкам таким, и поэтому мне приятно... вернулся из армии, сколько там, полгода, три месяца назад. Да. Поэтому я совсем соскучился. Да, поэтому мне приятно все, и мне... Ну вот я сегодня сейчас слушал и поймал себя на мысли, так, наверное, он репетирует, подбирает новые стихи Апрель Алхимов. Кто знает, тот поймет. Но он уже тоже в истории какой-то... Как еще по городу Аси, да? По поводу репетирования. А Андрей Чирилов, что вы про Асюгу Старева сказали? А? Иди сюда, Андрей. Нет, тут надо поговорить. Это явление какое-то. Ну, вы понимаете, я же, как это... Я на правах, так сказать, того, что я ведущий, там все это организовал. Подождите, сейчас. Могу тут... Вот нравятся стихи, я буду... А, нет, давай больше. Андрей Чирилович. А мне показалось... Хотя я посмотрю, красивая, да. Помощь стихи, старые слова. Мне показалось, что это набор слов. Немножко под Маяковского. Ни смысла, ни сюжета объединено тенденцией общей любви к творчеству Маяковского. Фартисимо, прависсимо, мощные, развивающие страшное тяготение слова. Но зачем они употреблены? Мне, для меня это осталось. А вот здесь я возражу, кстати. Борис Леонидович Пастернак также любил у нас всякие такие корялости или нововведения языка. И вот это больше к Пастернаку, на мой взгляд. При этом, Пастернака я люблю, Маяковского не люблю. Поэтому с этой стороны мне понравилось. Вот именно как подборка вот этого. Вот если вот это брать в эти стихи, то все. Да, очень долгий разговор и совершенно косвенный. Да, у Бориса Леонидовича не заговорил. Например, встречается строка «У вытолбленной водопойной колоды ревели верблюды легались ослы». Действительно, строка трудная, но она трудная не потому, что она сама по себе, она вставлена в большое стихотворение «Рождение Иисуса». У него есть сюжет, эта строка обоснована сложным сюжетом. А здесь чем обоснованы эти слова? Ася, можете обосновать что-нибудь? Я могу сказать то, что Маяковского считала на самом деле очень-очень малой. Когда я писала эту поэму, там еще есть много частей. Я думала исключительно о Бродском, может быть, хотя это совсем не похоже. А что-то сюжет я могу вам потом мы выйдем вместе, я могу вам объяснить о том, о чем каждое как бы стихотворение, которое там, то есть там определенные все эти стихи… он авангардов вообще не воспринимает. Он всегда считает это набором слов, гениальный Энгей Мельник выступает, он говорит, это у нас свои черты. Это набор слов, там образов нет, а для меня есть. Володя, ну пожалуйста, не подменяй правильный аргумент, некорректный фонтез. Правильный аргумент я за баланс, а не под логик никакой страницы. Стихи могут быть сложными, но они должны быть сбалансированы. А ты, хорошо, можешь еще послушать сейчас еще одно стихотворение? Прямо вот здесь, пожалуйста. Ася Пушкарев. Вам какое? Давай. Ну самое гениальное, пожалуйста. Нет, нет, давай более традиционное. Традиционное, ну могу прочитать последнее стихотворение, которое написала. Посвящается осенней погоде за окном. За окном стереет осень. Голубь лужи воду пьет, ветер воет, как койот. Утро, это значит восемь. Цифра восемь лезет в сон. Ухо лезет под подушку, как улиточка в ракушку, как улиточка шпион. Дождь пошел и вылил воду. Глаз смотрел в окно погоду, глаз смотрел, лежало тело. В одеяле. В форме плода. Спасибо. Есть, китайцы? Вот, если это варенье хорошее, то, я знаю, знаете, вам, а, сразу, вам. И слишком ли много там животных? И откуда взялся койот в наших местах? Господа, позвольте представить вам Андрея Чиевикова, известного литературного критика в ЖЖ. Он придирается ко всем, поэтому то, что Андрей сказал, если он заметил кого-то, он обычно говорит, я не хочу говорить, значит, ему вообще пофиг. Ничего. Спасибо. Да, что-то хотели сказать? Спасибо. Все. Ася Пушкарева! Спасибо. Спасибо. Все, что-то так.